добрый день многоуважаемые зрители вы находитесь на канале март лайф предлагаю вам очередной 268 выпуск новостей в рамках постоянной рубрики мартовские иды на канале март лайф оказывается в латвии нашли настоящую россию где все говорят на русском языке причем это подтверждает оппозиционер к боже на рынска и это вовсе не наша выдумка как раз сегодня мы обратили внимание на статью на латышском портале к с ямс то есть что нового публикация посвящена знаменитому на весь бывший советский союз рижскому центральному рынку вот видите на фотографии название пельмени это латышское слово переводится как пельмени далее автор статьи отмечает что рижский центральный рынок давно уже является одним их самых любимых мест для жителей латвии ведь на рисом центральном рынке можно найти и свежие продукты и одежду и сувениры и многое многое другое однако некий рекстенч то есть орешек в переводе с латышку на русский пожаловался в соцсети что на рижском центральном рынке говорят на русском языке цитируем рекстенча буквально дословно здесь настоящая россия у меня так сильно испортилось настроение вот страничка рекстенча в социальной сети где он пожаловался на рижский центральный рынок напомним что во времена советской латвии рынок назывался колхозным сюда на берег даугавы то есть на берег северной двины колхозники со всей латвии привозили сельскохозяйственную продукцию оказывается рекстенч приехал в ригу на автобусе и вот ему захотелось салаки он заглянул на центральный рынок а там о ужас все вокруг говорят на русском языке словно я не в независимой свободной латвии а в россии посетовал житель отдаленного хутора и продолжил отмечу что покупки на латышском языке на рижском центральном рынке не были проблемой признался рекстенч вот так он выглядит конечно очень странно явно какой-то бот казалось бы радуйся что ты можешь сделать покупки на латышском языке это не проблема как отметил комментатор а проблема в том что на рижском центральном рынке доминирует русский язык бдительный рекстрич увидел на рижском центральном рынке даже о боже русские матрешки судя по всему господин рекстрич приехал в ригу из какой-то глухой провинции латвии он наверное не в курсе что в риге согласно статистике на русском языке дома разговаривают почти пятьдесят шесть процентов жителей чего уж тут удивляться что столице латвии кругом звучит великий и могучий русский язык удивляет то что некоторых это удивляет например лену цыплы руководителя латвийской службы скорой медицинской помощи она посетила лидо ресторан латышской кухни в старой риге и вот главу скорой помощи латвии до глубины души возмутило то что кассиры говорят с посетителями на русском языке более того кассиры переговариваются с кухарками на русском языке кухарки так назвала поваров лидо глава латвийской скорой помощи мы загуглили чтобы узнать кто же такая лена цыплы и сразу стало ясно кто она такая после одной цитаты удалили инородное тело из латвии так глава латвийской скорой помощи охарактеризовала варварский снос памяти к освободительном риге от немецко-фашистских захватчиков инородное тело удалили из латвии да совсем по-докторски выражается чего уж тут удивляться что лени цыплы не нравится что в лидо говорят на русском языке а вот еще один перл от главы латвийской скорой помощи оказывается ее сына в школе заставляют учить русский язык выяснилось и то что лена цыплы стала постоянным комментатором аккаунта самый главный русофобки латвии лианы ланге лиана ланга это латышская поэтесса она посещает рестораны кафе различные учреждения а потом докладывает точнее говоря закладывают где плохо говорят или вообще не говорят на латышском языке видимо лиана ланга не в курсе что большинство жителей латвийской столицы предпочитают русский язык и наверное она никогда не слышала поговорку насильно мил не будешь удивительно но латышские националисты достали даже известную скандалистку бажену рынску с некоторых пор она со своей дочерью проживает в латвии социальной сети на своей страничке бажена рынска периодически делится своими впечатлениями о жизни в центральной республике прибалтики цитируем ее буквально дословно бытового и чиновничьего национализма в латвии нет . по ее словам она совершенно спокойно общается на русском языке причем практически везде и всюду не верьте что в латвии никто не говорит на русском языке да говорят все я была в риской мэрии нужно было зарегистрировать заявление писать надо было по-латышски со мной любезно говорили на русском и помогли заполнить заявление а еще рассказала бажена рынска она была в собесе чтобы узнать нет ли у нее как у вдовы каких-либо льгот увы посетовала оппозиционерка льгот не оказалось собесе работники были очень вежливые говорили со мной на русском языке они общались со мной без всяких козьих морд когда бажена по ее словам разбиралась со счетами на воду то дама тоже говорила на русском языке очень милая чиновница везде меня встречали латыши и говорили со мной на русском без всяких проблем никто из латышей не кривился при виде меня ни в одном месте не в управлении образования не в мэрии не водоканале не строй управление не в собесе никто не отказал чайнику то есть мне разъяснить все на русском языке вот такой настоящий восторг вызывает уваженный рынской русскоязычная латвия что ж после этого понятно почему она все таки решила переехать именно в центральную республику прибалтики ведь здесь как пишет латышский портал касси он стоит что нового настоящая россия даже название ресторанов похоже пельмени то есть пельмени при этом латышские сми постоянно нагнетают страсти вот заголовок русский язык для нас такой же чужой говорит некая тына луиза чупаной молодой врач оказывается через несколько месяцев она получит диплом врача однако пишет она бывали случаи когда нам приходилось ездить на операции где разговорный язык во время операции был русский о боже как посетовала будущий врач во многих лечебных заведениях латвии говорят на великом и могучим так что тына луиза чупаная на все том же портале касси он стоит что нового признается что без русского языка даже врачам в латвии и не туды и не сюды президент ассоциации семейных врачей латвии алиса никмэне айшпурэль говорит что проблем никаких нет по ее словам она уверена что латышские доктора и русские пациенты и наоборот спокойно договорятся между собой это вопрос взаимопонимания в наших медицинских практиках работают доктора не только из россии но из турции франции италии а также с украины все зависит от обоюдного желания сторон понять друг друга если я как доктор хочу понять своего пациента то почему я должна отказаться коммуницировать с ним впрочем напомню что у главы латвийской скорой помощи лены ципуэлэ совсем другая точка зрения ее очень сильно раздражает что кто-то говорит на русском языке что ж можно только посочувствовать ее пациентам среди которых может оказаться и оппозиционерка бажена рынска а почему бы нет как известно она в карман за словом не лезет и мы почему-то уверены что даже лена ципуэлэ будет говорить с ней на великом и могучем русском языке но вернемся на рижский центральный рынок или в маленькую россию как его еще сегодня называют в латвии это действительно одно из самых любимых мест для жителей центральной республики прибалтики здесь они могут купить и свежие продукты и одежду и сувениры и многое многое другое а самое главное что судя по всему здесь царит мир и покой все прекрасно друг друга понимают почему потому что это рынок а на рынке все равны это касается и людей и языков а еще на рынке все складывается стихийно и если оказывается тут маленькая россия то что тут поделаешь так уж сложилось стоит ли ломать ведь ломать как известно не строить и так много уважаемые зрители вы смотрели 268 выпуск новостей в рамках постоянной рубрики мартовские иды на канале март лайф тема выпуска такая в латвии нашли россию где все говорят на русском языке причем это подтверждает оппозиционерка божена рынска о как напоминаем что вы находитесь на канале март лайф у нас много других видео на самые разные темы смотрите отсылайте друзьям и знакомым задавайте вопросы мы обязательно на них ответим кроме того большая просьба ставьте лайки нажимайте на колокольчик до следующих встреч друзья пока